Вообще, удивительная эта штука, что это? Жизнь. Какая она удивительная? Она очень кроткая, по-моему. И это ты ощущаешь тогда, когда ты набрал уже какой-то определенный возраст. Вот с этой вершины возраста ты начинаешь понимать, что такое... Нет, до конца понять вообще невозможно, но все-таки чуть-чуть. Что такое жить? Потому что в жизни был опыт, в жизни была борьба, в жизни было и хорошо, и плохо. Но это все проходило быстро, все исчезало. Да, в памяти, конечно, остается. Но вот вам пример. Я говорю о памяти. Пример такой. Хороший пример. Вот. Прошло много десятков лет. Только что не так давно мы справили 69 лет после окончания Великой Отечественной войны. Вы представляете себе? А скоро уже будет 70 лет. А вот эти дни, этот период жизни, я помню, как будто бы это было, ну, я не знаю, ну, конечно, не вчера, но где-то месяц назад, может быть, где-то год назад, но где-то недавно. А ведь это прошли десятки и десятки лет. Боже мой, какая удивительная и короткая эта жизнь. Короткая. А в этом люди забывают. А нам забыть невозможно. Я говорю нам. Я уже сказал слово нам. Особенно нам. Нам ветеранам. Потому что нам ветеранам. И до ныне. До ныне быть на той войне. Война закончилась в Берлине, но не окончилась во мне. Она не окончилась в нас. Нет. Мы все хорошо помним. Да, мы помним атаки. Мы помним... Я в разведке служил. Я помню эту службу в разведке. Я очень много ее помню. Я не буду перечислять. Я помню госпиталя. Я помню врачей. Какие были врачи? А какие сестры были? Боже мой. Это действительно были сестры милосердия. Я. Сегодня этого нет милосердия, к сожалению. Нет. Но вот это я хорошо помню. Мы помним, как Родина награждала нас орденами и медалями. Это наша история. Это наша память. Да. Тогда был хороший лозунг. Великолепный. Никто не забыт. И ничто не забыто. Не забыты и те, кто не вернулся с полей сражений. Наверное, у каждого из вас. Вот если вы сейчас видите меня, я к вам обращаюсь. Если кто-то, наверное, кто-то близкий, родной, друг, приятель, я не знаю, знакомый когда-то, были на фронте. Не вернулись оттуда. Вот мой отец не вернулся. Он был ранен, тяжело ранен под Смоленском. Сейчас его могила в духовщине. Старинный маленький русский городок. Там тоже была война когда-то с Наполеоном. Вот там он захоронен. Был я у него? Был. Был. Собираюсь опять. Собираюсь. Дедушка в Петербурге от голода умер. В Вескаревском кладбище захоронен. Сам я вернулся, как я говорю, на костырях. Ну, слава богу, хожу сегодня, двигаюсь. Даже вот была такая пора. И не так давно, может быть, лет 5-6-7 тому назад, я мог играть в футбол, в волейбол, прыгать, бегать. Сейчас немножко стало похуже. Немножко, немножко. Ну, попробую вернуть это состояние. Нужно. Нужно. Борюсь, как могу. Да. И вот, опять говоря о прошедших годах, невольно вспоминаешь День Победы. Это был великий день. Великий День Победы. И вот такая радость. Об этом можно долго рассказывать. Не буду. Может быть, как-нибудь встретимся. Сейчас я, если вам будет, конечно, интересно, я вам расскажу, что было. Я в Москве уже был в это время. Я в москвич сам. И на фронт отсюда ушел из Москвы. И вот это, конечно, были незабываемые дни. День Победы 9 мая 45-го года. Но ведь День Победы все-таки пришел на день раньше. Это было 8 мая. Вы представляете, 8 мая. Я позволю себе вам чуточку, так сказать, напомнить. Напомнить. И этим я закончу нашу коротенькую встречу. Над всем миром, над всей нашей страной прозвучали слова. Внимание. Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Передаем важное сообщение. От Советского информбюро. Сегодня, 8 мая 1945 года, в столице поверженной Германии Берлине подписан акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Великая Отечественная война, которую вел советский народ с фашистскими захватчиками, окончилась полной и окончательной победой. Товарищи, вот так к нам пришла победа. Мы уже о ней узнали 8-го, а 9-го гуляли, радовались, веселились, обнимали друг друга, целовали. Ну, конечно, и ура было. Все было. Все было. Все было. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok